Всем привет! Давайте обсудим последние новости. К сожалению, есть что обсудить. Затмение 2 октября очень ярко себя проявило. Это, к слову, работает астрология или нет? Ведь именно под него Израиль решил начать вооруженное вторжение на юг Ливана, а Иран решил нанести массированный ракетный удар по Израилю. И здесь хочу сделать небольшую ремарочку. В другом своем видео я давал такую рекомендацию, что сейчас надо очень грамотно подходить к покупке авиабилетов из-за сложившейся ситуации в мире. Потому что есть шансы просто не долететь, а деньги ваши сгорят. Смотрите, как это быстро проявляется на практике. Вот началось вот это обострение. Многие рейсы развернули прямо в воздухе, а некоторые не развернули, а не долетели. Некоторые даже запечатлели из иллюминаторов своих самолетов вот этот массированный ракетный удар и его отражение. Но проблема в том, что они приземлились не там, где планировали. То есть, они, например, летели в Израиль, а прилетели в Египет. И потом они снова взлетели. Но снова не в Израиль, уже как вроде бы должны были быть. Может, вроде как удар закончился. А их вернули на исходную точку в Сочи. В итоге люди 10 часов туда-сюда летали и до нужного места так и не добрались. Это вот яркий пример того, как это работает. И вот я подписан на одну мадам. Она, видимо, чувствует современную вот эту ситуацию. И она объясняла, что она первый раз в жизни купила билет в бизнес-класс. Но не потому, что она хочет с комфортом долететь. А потому, что у этой авиакомпании только эти билеты возвратные. И она понимает, что в случае чего она просто никуда не улетит, деньги ее сгорят. Это очень правильный подход современной ситуации. Вдумывайтесь, как вы будете лететь. Какие у вас, скажем так, между рейсами стыковки. Где они находятся. Где будет лететь этот самолет. Сейчас это реально важно. Мы возвращаемся к конфликту. Смотрите, с самого начала года я выкладываю видео, где говорю, что количество вооруженных конфликтов будет возрастать в мире. Как вы думаете, сбывается или нет? Далее, по Ближнему Востоку я снимаю несколько видео, где я объясняю, что, например, Америка начала... Во-первых, она создала коалицию против хуситов. И начала красивую операцию против них. Красивую по названию. Во всем остальном это беда. Почему? Потому что это было сделано в Накшатру Тарашатха. Она же активно была в начале СВО. Я на своем курсе по Накшатрам объясняю, что это самая воинственная Накшатра, которая всегда воюет до победного конца. И здесь не получится чуть-чуть и маленечко. Здесь как бы все включается в максимальный оборот. Что сейчас и происходит. Эта операция чуть ли не год уже длится. И хуситы не стали слабее, они скорее стали более вооруженными и сильными. Понимаете? И стабильно атакуют что суда, что израиль. Далее я объяснял, что вот этот конфликт между Израилем и Ираном, он очень тесно связан с СВО. Что у СВО на самом деле три фронта. Это сама Украина, это Ближний Восток и это Африка. И везде идут активные боевые действия. Например, в Африке ярко себя проявляет Вагнер. И говорят, что он готовится к новому какому-то удару. На Ближнем Востоке вы сами видите, что происходит. Ну и на Украине. Какая между ними связь, если вы эти видео не видели? Смотрите, Израиль и Иран знают, что с очень-очень большой вероятностью будет обострение между НАТО и Россией. То есть будет такая мощная горячая фаза. И если это происходит, у Израиля очень большие проблемы. Потому что он остается как бы тет-а-тет с Ираном. И тут у него шансы на победу маленькие. Поэтому он всеми возможными способами сейчас пытается перетянуть одеяло на себя. Провоцирует Иран на крупную войну. Убивая людей на территории Ирана. Убивая руководителей там Хизбелла в Ливане. Взрывая пейджеры. В общем, делает все, что можно, чтобы спровоцировать крупную войну на Ближнем Востоке. Она ему сейчас нужна, чтобы втянуть туда США и союзников. То есть в отражении тех же ракетных удар принимают участие не только Израиль. А американские самолеты, французские самолеты, система ПВО и так далее. То есть они уже активны в этом конфликте. Но Израилю надо куда больше, чтобы они втянулись. Иначе потом его шансы резко падают. И отсюда очень спокойная позиция Ирана. Он тоже все это понимает. Он тоже ждет обострения на севере. И он просто в выжидательной позиции. Он как бы делает такие, как бы мы как бы ответили. Но это далеко не те вооружения, которые есть еще, скажем так, у Ирана. Но все самое хорошенькое он приберегает для будущего. Поэтому у Израиля пока не очень, на самом деле, получается то, что он хочет. Но ему хотя бы надо там зачистить максимально территорию. Но и здесь довольно плохие новости. Потому что по астрологии Марс в раке это не про быструю военные операции. Скорее всего Израиль очень сильно завязнет в Ливане. Я об этом говорил. Объяснял почему с экономической точки зрения нужна эта военная операция для Израиля. Он не может долго воевать. Вот этих всех, кого он мобилизовал, у него нет столько ресурсов их долго содержать. Ему надо воевать здесь и сейчас. Вот, поэтому для Израиля не очень, мягко говоря, не очень хорошая новость. А так как это все было под затмением, это все говорит о том, что это очень все сильно затянется. Может иметь более катастрофические последствия. Это, скажем так, только начало-начало. Вот, поэтому все это более чем ожидаемо. Ну и здесь у нас, там, на России, в том же Северо-Западе, все продолжается в том же духе. Например, Латвия заявила, что какой-то там российский военный беспилотник залетел на территорию. Поэтому разворачивает ПВО на своей территории на границе с Россией. Там разворачиваются новые базы. Там в том же Финляндии, Швеции. И так. В общем, короче, все идет в той конве, как и шло. Все идет к крупномасштабному противостоянию НАТО России. И вот эта война на Ближнем Востоке, это лишь ее, на самом деле, отголоски. Вот. Далее. Немножко неожиданная тема. Я в твоем прогнозе на октябрь говорил, что тема моды всплывет. И, скорее всего, в негативном ключе. И там я женщин предупреждал. Но какое было мое удивление, что эта мода окажется не женской, а мужской. В аккурат. Под затмение. Министерство обороны России заявляет, что будет реформация униформы в России. Вернут черные пилотки. Это прям полилит все, что черное. Потом лампасы, скорее всего, вернут. Потом где-то шляпы для женщин, а где-то и для мужчин. Что я хочу сказать? Что Министерство обороны, по моему личному мнению, занимается какой-то херней во время СВО. Это вот не то время, когда водить. Я не поленился. Я знал, что прямо во время Великой Отечественной войны тоже происходило изменение униформы. Но я посмотрел, на каких аспектах это было. Это было приселение в весах. Это было хорошее время для того, чтобы производить изменение униформы. А вот тем, чем сейчас занимается Министерство обороны, такая херня, я вам честно скажу. Вот. Но это не все. Сегодня же я наткнулся на новость, связанную с пилотками. Оказывается, под влиянием этого затмения, например, в Пуково, в Санкт-Петербурге, у вас задержана дамочка, которая ходила в военной форме, в том числе и в пилотке, которая ей не полагается. Вот. Это к чему вообще? Вселенная дает нам указание на то, что возможные виды мошенничества связаны с переодеванием. То есть, использованы униформы людьми, которые не имеют права ее носить. Это могут быть, да? Могут машины, которые представляют сотрудниками органов, там, не знаю, газовые службы, там, какими-нибудь врачами и так далее. Будьте аккуратны. То есть, предупрежден, вооружен. Вот так вот. Но это тоже не все. Некоторые эзотерики, например, из моего окружения, и не только, кстати, из моего, и тех, кого я не знаю, были возмущены тем, что кто-то снова, видимо, в Министерстве обороны придумал провести всеобщую проверку сирен по всей России именно в день затмения. Я не удивлен и даже не возмущен, потому что Вселенная всегда нам пытается подсказать. Да? Вот как вы думаете, сирены, которые предупреждают о воздушной опасности в день затмения, к чему бы это? Пишите в комментариях. Ну, есть еще одна вещь. Дело в том, что вот прямо сейчас уникальное, вот, грубо говоря, этим утром было уникальное положение. Потому что в одном градусе соединился Лилит, Меркурий, Солнце и Луна. И это дает некое окно возможности увидеть что-то в будущем. Мне сегодня был сон, где прямо сказали, что к 2028 году будет запрещен эзотерический контент. И там прям кусок на определенной карте показали. Я посмотрел по астрологии, не исключаю. И я тем более хотел, подумал о видео, где хотел рассказать об одном интересном историческом факте. Не историческом, просто вот историческом. Что всплеск интереса к эзотерике всегда происходит перед крупными войнами. Например, в России был бешеный всплеск интереса к эзотерике. Перед Первой мировой и последующей за ней гражданской войной. А в Европе еще был один всплеск перед началом Второй мировой. Я уверен, что Вселенная так пробуждает людей. Она пытается так спасти определенных личностей. Поэтому то, что потом произойдет спад и определенный запрет, абсолютно логично в этой истории. Поэтому, если вы хотите учиться, вы хотите доступ к такому материалу, приходите ко мне на курсы, пока это доступно. Я думаю, что эзотерику не запретят в общем. Но контент эзотерический наверняка очень сильно ограничивает. Судя по тому, как ограничивают сейчас другое, даже самые-самые крупные ресурсы. Типа там, Ютуба и так далее. Поэтому, делайте выводы. Кто хочет учиться у меня, обращайтесь. Ну, вот так вот. Надеюсь, мое видео было интересным и полезным для вас. Подписывайтесь. Пока. Первая причина заключается в том, что конец 19-го и начало 20-го века это период абсолютно аномального интереса ко всему оккультному и паранормальному. Почему это произошло? Сложно сказать. Есть разные точки зрения на этот счет. Я могу предположить, что параллельно развивались совершенно другие процессы. Мир входил в явно различимую полосу прогресса. Быстроходные суда соединяли континенты. Железные дороги делали путешествия на многие километры вполне реальными. Появились телефон, телеграф, самые современные средства связи. Мир как бы схлопывался. И было ощущение, что наука находится на пике своего развития. И еще чуть-чуть и ничего неизвестного в мире не останется вообще. То есть вот людям, которые жили... Для людей, которые жили в конце 19-го, начале 20-го века, было очевидно, что каждый год происходят какие-то уникальные научные открытия. И казалось, что наука это тот инструмент, который абсолютно все скоро раскроет, не оставив для человечества никаких тайн. И можно предположить, что вот этот интерес ко всему оккультному, паранормальному, мистическому, был своего рода компенсацией этой научно-прогрессивной тенденции. Но так или иначе, действительно, во всех странах Европы и в Америке интерес к оккультизму резко возрос в этот период. И даже такие респектабельные люди, как, например, Артур Канандоль, знаменитый британский писатель, автор рассказов о Шерлоке Холмсе, был заядлым сторонником изучения всего мистического и оккультных практик. Он написал труд «История спиритализма». Спиритизма. Окей. Но я читал в переводе «Спиритализм». «Спиритализм». Окей. Видите, какой хороший? Причем он не просто написал такой труд, а он был самым, что ни на есть, заядлым практиком спиритических сеансов и всячески пропагандировал идеи загробной жизни. Когда Алексей Николаевич Толстой приехал в Лондон и встретился с британским классиком, Канандоль ему сказал, «Послушайте, господин Толстой, давайте мы условимся. Если я умру первым, то я постараюсь подать вам знак, а если вы умрете первым, вы уж расстарайтесь подать знак мне». И, в общем, все эти разговоры для высшего света всех стран Европы в то время не казались чем-то таким запредельным. То есть мы сейчас смотрим какой-нибудь канал РЕН-ТВ или канал ТВ-3, и мы понимаем, что это такой легкий бред, во многом постановочный для высоких рейтингов. То есть если бы Сергей Дружко жил в конце 19 века, он бы был не на канале РЕН-ТВ, он бы был на Первом канале, он бы был самым почитаемым человеком. Президенты, премьеры, князья императорской крови жали бы ему руку и сказали бы с ним знакомство. То есть его никто бы не воспринимал как симпатичного, обаятельного фрика, все бы воспринимали его как очень серьезного человека, который делает что-то очень важное для них. Но я вам хочу сказать, что у меня на канале есть лекция про спиритизм дома Романовых. Минутка рекламы. Да, минутка рекламы. Там рассказывается про некого господина Юма или Хоума, или как угодно его называли. Вот он как раз точно так же в Америке договорился еще с одним мальчиком. Кто из них первый умрет, тот подаст знак. Мальчик умер первый, и он подал ему знак. И он его увидел. Это была первая и важная причина. И, собственно, в России это все тоже происходило, безусловно. И не только императорская чета Николая Александровича и Александра Федоровна, но и практически все их окружение точно так же увлекалось спиритизмом, магией и ездило в просвещенную Европу познакомиться с самыми передовыми оккультистами. Значит, таким знаменитым оккультистом, магом и исследователем, пользователем, практиком разнообразных мистических учений, был доктор Федоровна.